Продолжение следует... 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 Обо всех моих страданиях, ошибках, трагедиях. Это было сногсшибательно. Я был ошарашен. Именно тогда я познакомился с Богом и понял, что Дух Святой — это живая личность. Тот человек продолжил служить мне и рассказал мне о планах, которые Бог имеет на мою жизнь. Затем он сказал, «Брат мой, вы хотели бы отдать свою жизнь Иисусу и увидеть исполнение Божьего плана о вашей жизни?» Я ответил, «Да, конечно». В тот день мы с женой отдали наше сердце Иисусу. Мы приняли Его как нашего Господа и Спасителя, и моя жизнь изменилась. Мы больше не были на распуте. Бог вывел нас из этой ситуации. И с того момента в нашей жизни было много корректировок. То, что я считал правильной жизнью, мои представления о христианской жизни были неправильными. тот человек познакомил меня с Библией. У нас дома была Библия. Мы ходили в воскресную школу и знали много историй, но для меня они были всего лишь историями, не более того. Библия не была для нас живой книгой. Это была всего лишь история. Красивая книга, красивая история. Но с того дня все изменилось. Библия обрела новое значение. И когда мы читали ее, слова оживали. Слова говорили к нам. И это изменило нашу судьбу. Я точно знал, что Бог имеет план для моей жизни. Я решил подчиниться воле Божией. Я сказал, «А вот я, Господь, используй меня. Делай с моей жизнью все, что ты пожелаешь». Несколько лет у Него ушло на то, чтобы лепить меня, менять и сделать из меня того, кем я являюсь сегодня. Исправлений было очень много. От многих вещей пришлось отказаться. И так начался мой путь. Как давно это было? Примерно 20 лет тому назад. 20 лет? Замечательно. Вы присоединились к какому-то христианскому сообществу или группе христиан, или какое-то время вы были одни. Каким было? Начало вашего пути, вашего путешествия с Господом. Поделитесь. Бог по своей удивительной благодати сделал мою ситуацию довольно уникальной. Время от времени Он посылал ко мне разных людей, которые знали Бога, пророка, учителя Библии. Эти люди приходили в мою жизнь на какое-то время. Они меня ободряли, наставляли и учили. И когда я получал от них все необходимое, этот человек уходил, но приходил другой. Поэтому за несколько лет мы повстречали много Божьих служителей, которые благословили меня и помогли мне духовно вырасти. И не только мне, но и всей моей семье. Все было как по спецзаказу. Специально для вас. Я имею в виду для вашего роста, для вашего обучения. Да. Не обязательно, что так же будет происходить в жизни у всех. В моей жизни было так, а у некоторых людей за всю жизнь один или два духовных наставника или учителя. У всех это бывает по-разному. Как правило, люди принимают одного духовного учителя на всю жизнь. Согласна. Это зависит... Бог с каждым работает индивидуально и для вас, если вы попросите его, он пошлет в вашу жизнь людей, которые будут от него, которые будут его посланниками. Хоть они могут быть людьми из крови и плоти, но тем не менее посланники — это ангелы. И это могут быть как сверхъестественные существа, так и естественные, но они будут иметь миссию от Бога, они будут приносить в вашу жизнь подкрепление, благословение. И в этом тоже огромная часть благословения — быть сыном Божьим, дочерью Божьей, быть ребёнком великого Бога. Это удивительно, как он находит возможности поддерживать нас в жизни. И я думаю, что даже вот это сверхъестественное обращение Иосифа, как он узнал того, о ком он только слышал в формальной церкви, в католической семье, всё-таки Бог нашёл возможность, как прикоснуться к нему, когда он оказался отвержен собственной семьёй, как изменить его жизнь, дать смысл, дать направление, энергию, вдохновение. И мы сейчас узнаем также уже от него, как от зрелого человека, который с Богом больше 20 лет, ответ на второй наш вопрос. И он очень важный, потому что Иосиф, он счастливый муж, счастливый отец трёх замечательных детей. У него два сына и младшая дочь. И он уже, как мы понимаем, больше тоже 20 с лишним лет в браке. поэтому резонно узнать у него секреты счастливой жизни, как выбрать и найти правильного человека, с которым ты пройдёшь желательно всю жизнь вместе, какие признаки этого человека, каким самому нужно быть человеком и чему он учит своих детей. Вот такой комплекс вопросов о семейной жизни, о партнёрстве мы сейчас зададим Иосифу и услышим его ответ. Будучи очень ревностным читателем Библии и размышляя над Словом Божиим, я пришёл к выводу, что браки заключаются на небесах. Наш партнёр должен быть определён Богом. От этого никуда не деться. но вопрос в том, как выбрать того самого партнёра, который определён Богом. Когда вы пытаетесь находиться в центре воли Божией в своей жизни, и когда вы доверяете Богу во всех сферах вашей жизни и даже в браке, и говорите, «Господь, покажи мне моего будущего партнёра», то он обязательно вам его покажет. Бог, которого мы любим и которому служим, всегда выступает за настоящие и живые отношения. Он занимается не только духовной частью нашей жизни, а всей нашей жизнью целиком и полностью. Он Господь. Если я принимаю это Господство, то он всё для меня, и я хочу служить ему. И даже партнёра в браке он уже приготовил для меня. Вопрос в том, как его найти, «Где его найти?» Когда я был молод, то встречался с некоторыми девушками и думал, что они будут моими женами. Ну, не все одновременно, конечно. Я хотел выбрать одну. Но время шло, и всё менялось. Либо они меня бросали, либо я их. Всё менялось. конечно же, у нас не было никаких целесных отношений. Возможно, вы сейчас думаете, что этот человек точно подойдёт для совместной жизни. Но Бог всё изменил в момент отчаяния и разочарования. Бог привёл мою жизнь, мою будущую жену и показал её мне. Поэтому я считаю, что Он может сделать это в жизни каждого своего ребёнка. Каждого, кто доверяет ему и ищет его воли в этом непростом вопросе. То есть вы ещё не очень хорошо знали Бога, но уже молились к Нему и просили привести к вам нужного человека. Всё так и было? Правильно? Да. То, что говорит Иосиф, это очень любопытно, что даже если вы не знаете Бога близко, если вы ещё не узнали его как своего Отца, Спасителя, и тем не менее, если вы обращаетесь к Нему с благими просьбами, добрыми и правильными, он счастлив помочь вам. И Иосиф говорит что в его жизни так и произошло. Что указало вам на то, что ваша жена идеально вам подходит? На каком основании вы делали свой выбор? Хороший вопрос. Из Слова Божьего я понял. Если вы прочтёте историю создания человека в первых двух главах Библии, то увидите, что сначала Бог создал человека. Библия говорит, что человек был и мужчиной и женщиной. Бог создал Адама и у Адама была двойная личность. Но затем Адам увидел, что у всех животных была пара, а он был один. И помощника у него не было. Поэтому Бог вложил в него желание иметь спутника жизни. и когда это желание достигло нужного момента, Слово Божие заявило, нехорошо быть человеку одному. Давайте сотворим ему такого помощника, который будет похож на него и будет покрывать все его нужды и недостатки. Бог погрузил Адама в сон и достал из него Еву. Когда Адам увидел Еву, он знал, что она была его частичкой, и он сказал, «Это, то есть Ева, кость от костей моих и плоть от плоти моей». То есть вы хотите сказать, что вы просто поняли, что она есть ваша половинка, кость от костей ваших и плоть от плоти вашей. Что было критерием такого понимания? Я рассказал вам эту библейскую историю для общего понимания. Когда Бог создал мужчину и женщину, и у них стали рождаться мальчики и девочки, и он уже заложил в них это послание. Также следует обратить внимание на слова Павла. Он пишет, что даже брак это дар. То есть быть в браке это дар. И оставаться неженатым это тоже дар. Если вы не в браке, то это не означает, что с вами кому он дал дар брака, для тех он заранее приготовил спутника жизни. Когда у нас нет отношений с Богом, мы не можем узнать его план. Если у вас есть дар безбрачия, вы не должны думать о себе, что вы какой-то ущербный или неполноценный. Нет, это тоже дар, так же как дар брака. Те, у кого есть отношения с Богом, и кто постоянно ищет Бога во всех сферах своей жизни, узнают от Бога даже время, когда им лучше вступать в брак, и кого именно он выбрал для них. Вы узнаете об этом? Понимаю. А как вы учите своих детей молиться, чтобы понять правильный это человек или нет? Какие у вас критерии скажем так правильного человека? Я понимаю, что то, что вы говорили вначале это общие принципы для всех христиан. То есть человек должен знать Господа, быть смиренным перед Богом, чтобы следовать за Его Словом, но даете ли вы какие-то конкретные рекомендации своим детям, как выбрать спутника жизни, как определиться с этим выбором и не ошибиться? Если бы я давал совет своим детям, то в первую очередь я бы сделал акцент на том, что они должны быть в центре воли Божией. Вначале узнайте, есть ли у вас этот дар брака. и в большинстве случаев Бог желает исполнить свою заповедь «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте мир и господствуйте на земле». Очевидно, что это Божий план. В Библии много примеров того, как Божьи дети искали себе спутников жизни. К примеру, Авраам хотел выбрать жену для своего сына Исаака. Оглянувшись вокруг, он понял, что женщины из Канаана не подойдут для этого. Он решил, «Нет, эти люди не смогут создать хорошую жизнь для моего сына». Тогда он позвал своего слугу Елиазера и отправил его с особой миссией. Он сказал, «Поезжай в мою страну и найди кого-то там». Кого именно? Авраам не знал. И вот он отправил Елиазера с этой миссией. Он также заставил Елиазера поклясться, что тот не вернется, не выполнив это поручение. Елиазер спросил, «А что, если я не смогу никого найти?» Авраам ответил, «Мой Бог все устроит». И Елиазер пошел, и по пути в родной город Авраама он помолился Богу, «Господь, сделай мою миссию успешной. Я иду, чтобы найти невесту для сына моего господина. Покажи мне, кого мне выбрать». И он выдвинул условие. «Если эта девушка поведет себя вот так, то я буду знать, что именно ее ты выбрал в качестве невесты для сына моего господина». Именно так все и произошло. И Елиазер привел с собой Ревекку. Можно руководствоваться этой историей. Она не обязательно подойдет для всех, но она показывает, что можно просить Бога о помощи в выборе партнера. А вы же знаете, что человек по сути своей триедин. Это дух, душа и тело. Некоторые люди смотрят только на телесную совместимость. Кто-то может думать, моя жена должна быть именно такой, и он смотрит только на внешность. Кто-то может думать, а мне нужна девушка такая же духовная, как я, или даже лучше, а другой скажет, а мне это не важно. Я хочу хорошо понимать ее. Мы должны быть на одном интеллектуальном уровне, или же у нас должна быть эмоциональная совместимость, причем во всем. Но когда вы обращаетесь к Богу, он приведет к вам человека, который идеально подойдет вам как телесно, так и духовно, а также душевно. Мы можем в чем-то ошибаться, когда ищем правильного партнера. И так в мире появляется много разочарованных людей. Кто-то может сказать, моя жена была хороша в постели, но что касается воспитания детей, то все было плохо. И во многих вопросах мы постоянно ссорились и спорили, а другой может сказать, моя жена прекрасно меня понимает, но в остальном у нас ничего не получается. Готовит она замечательно, а вот понимания никакого. А ваши дети уже женаты? Нет, они еще маленькие. Сколько лет вашему старшему сыну? 21. 21. Да, он еще слишком молод. Второму сыну 19, а дочери 17 лет. Замечательно. У вас прекрасная семья. Надеюсь, у них будут семьи, и они не призваны быть одни. Я желаю им благословенной семейной жизни. И напоследок я хочу задать вам последний вопрос. Как вы рекомендуете людям найти цель в жизни? Цель от Господа, направление, призвание? Как молиться об этом правильно, чтобы слышать и слушать Божий голос? Потому что я верю, это решение определяет всю дальнейшую жизнь человека. И это очень важное решение для многих и многих людей. Это хороший вопрос. Спасибо за него. Я хотел бы обратиться к стихам, которые объясняют нам, как именно выбрать направление в жизни. В первую очередь, я хотел бы сказать, что у каждого из нас есть предназначение. Мы не просто созданы для биологического потребления. Тогда мы были бы животными, они просто едят, размножаются, ну и так далее. Но у человека иное предназначение. И вообще оно изначально есть. Человек был создан по образу Божьему, и Бог поместил его на землю для исполнения своего наивысшего плана. Я очень верю в судьбу. Я верю, что Бог предопределил судьбу каждого человека. В восьмой главе послания к римлянам сказано так, кого он предопределил, тех и призвал, а кого он призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Получается, что предопределение широко представлено в Библии. В 138 Псалме сказано, что Бог создал нас с конкретной целью. И каждый день нашей жизни записан в его книге. И нам с вами нужно выяснить, что там написано и исполнить это. Причем сделать это нужно очень хорошо. Это одна из форм поклонения. А в послании к Ефесиным, 2 главе, 10 стихе, сказано, что мы с вами, его дети, созданы как шедевр. Мы неповторимы. Мы уникальны. Что такое шедевр? Вы знаете, это лучшее произведение или работа ремесленника или художника. Лучшее его творение называют шедевром. Не все картины, не все статуи являются шедеврами. И мы с вами уникальные шедевры, созданные Богом. И мы должны исполнить ту цель, для которой мы были созданы. Именно так мы исполним предназначение нашего небесного отца на этой земле. Надеюсь, я объяснил вам. А сколько времени у вас ушло на то, чтобы понять ваше предназначение в этой жизни? Это процесс. Вначале у вас есть некоторое понимание, и со временем картина становится все яснее. Если вы идете в правильном направлении, то вы почувствуете удовлетворение. Если вы идете в неправильном направлении, то вы будете разочарованы. Все зависит от результата. Если вы довольны, вы понимаете, что выбрали правильное направление. Если вы недовольны и даже разочарованы, то понимаете, что выбрали неверный путь. И тогда вам нужно узнать, как подкорректировать свой курс, чтобы все стало на свои места. Чем больше вы растете, и чем больше вы подчиняетесь Божьему плану, Он меняет вас так, чтобы вы могли исполнить Его предназначение. А в этом вся суть. Я знаю, что ваши дети учатся в других странах. Это было их решение или ваше? Кто рекомендовал им? Это было их решение. Мой средний сын учится в Турине, и он изучает то, что было ему интересно с самого детства. Ну, может, не с детства, а с юности. Он решил, вот чем я хочу заниматься, когда вырасту. Он был постоянен в этом. Он не менял свое решение, поэтому, когда пришло время поступать в университет, он сказал, вот какую специальность я выбрал, и вот где я буду учиться этому. Я не изменю своего направления. Затем Бог открыл дверь, и это стало возможным. Таков его путь. А ваш старший сын учился в Индии? Да. Какая у него специальность? Он получил степень бакалавра в инженерии. Ого. То есть вы считаете, что воля Божья для его жизни в том, чтобы он стал инженером? Я правильно понимаю вас? Это так? Да. А вы видите какие-то духовные дары в жизни ваших детей, и будут ли они каким-то образом связаны с их профессиями? Не обязательно. Я знаю, что они у меня одаренные. У них есть духовные дары, музыкальные дары, и у них есть уникальные таланты, которые, как мне кажется, повлияют на весь их жизненный курс. Дальше выбирать будут они. А вы, как отец, спрашивали у Бога, кем станут ваши дети? Вы молились об этом? Или нет? Вы просто благословляли их выбор? Я узнал обо всем этом довольно поздно. Если бы у меня было откровение об этом, то я, конечно же, спросил бы у Бога. Прекрасно. Спасибо за вашу откровенность и честные ответы, за ваше открытое сердце. Надеюсь, ваш жизненный опыт, ваше хождение с Господом и перед Ним поможет нашим зрителям. Я очень благодарна вам за эту программу. Большое вам спасибо за то, что посетили нас. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok